Паводок еще не в разгаре, но несколько районов Оренбургской области уже пустились в весеннее плавание. Сотрудники ГИБДД перекрыли автомобильные дороги и мосты. Они предупреждают, что прежде чем отправиться в поездку, необходимо ознакомиться с информацией о затопленных местах Оренбуржья. В шести районах области таяние снега вызвало много неприятностей. В основном паводок коснулся жителей Кувандыкского района. Елекского, Первомайского сильно затопило также Октябрьский, Ташлинский и Солилецкий районы. На 25 марта на 7 часов утра на территории Оренбургской области подтоплено 4 моста. В 13 случаях имеется перелива талых вод через проезжую часть. К шести населенным пунктам затруднен подъезд автомобильного транспорта, организованные лодочные переправы. Талые реки сейчас притекают и в Оренбургском районе. Наталья нас позвала в поселок Пригородный. Женщины жалуются, что в некоторых местах населенного пункта просто не пройти. Мы уже обращались. Вчера пять машин откачали от тока никакого. Как стояла вода во дворе и вот лужи. Мешками обложили вот мешки. Внимание нашей администрации вообще. То есть были бы крылья, конечно, мы же как птицы взлетели бы. Но не знаем, честно говоря, мы не знаем, как пройти вот эту лужу. А вот в поселке Западный не проехать. Его встревоженные жители просят о помощи. Они могут только дозвониться до областного центра. Выбраться из поселка можно разве что на танке, говорят люди. Владимир Глушенко с другом накануне провели показательное вступление на своей машине. И все это засняли на любительскую камеру. Сегодня эту видеозапись он прислал в редакцию. К сожалению, встретиться с хозяином автомобиля лично нам не удалось. Что происходит в затопленном поселке, его жители нам рассказали по телефону. Условий у нас там вообще никаких нету. Дороги практически нету. Глина. Там трактором у нас есть тракторик, садян, разместил. Нас даже на Нилах домой даже попасть не можем. Ситуация у нас здесь вообще ужасная. Не против нас. Пошла вода, стала таять, вся река стала таять. Мы сейчас не можем вообще никуда ни в магазин выйти, никуда вообще мы не можем выйти. В непролазной грязи застрял даже трактор. Хозяин из плена весеннего месяца не мог его вытащить несколько дней. Тем не менее, ситуация не критическая, сообщили сегодня сотрудники МЧС. Паводок еще толком не начался. И с повышением температуры воздуха воды может быть еще больше. Ольга Аксенова, Олег Штылер, Орен-ТВ. В гидромедцентре сегодня сообщили, что в ближайшее время оренбуржцам беспокоиться не стоит. Температура по области максимум поднимется до плюс одного градуса. Что ночью, что днем будет весьма прохладно. Продолжение следует...